Всем привет, вы на канале Романка, я Ведон Сиди Блей, сегодня мы смотрим Петровича, вот и новая серия вышла, называется Сиял Супер Друзья, серия вторая, Медведь Беремен, уже лайк стоит и не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на авторные видео, по ссылке в описании, и так что подписывайтесь на мой телеграм-канал, а там выходят такие информации, когда нет о ютубе. Ну извиняйте, серия не выходила, у меня нос, и даже подписывайтесь, если мы наберем 5 подписчиков на этом сцене, то выпущу восьмую серию. Ну что, продолжатся вот эти видео. Новые персонажи уже теперь появились в сериале Супер Друзья. Да, новые персонажи появились. Соник, егее. Ну, смотрите, мороженое. Вот это все, Патя купил. Сеши, Медведь, Артем. И два легендарных персонажа, Бэтмен и Супер Мэн. И Матрестик. И мы теперь официальная команда. Сериал Супер Друзья. Серия вторая. Медведь беремен. Ну, долго у Артема не выходила вторая серия, но потому что Октябрь прошел, а то первое наряду уже прошло. А то в Севате выпустил вторую серию. Если мы будем набивать Артему 10 лайков, то начнет снимать эту серию. Ну же, давайте. Тащи, тащи. Ну же, давай же. А, в Марио Нинтендо играет? Ну, понятно. Тащи, тащи. Да блин, как же обея, ты ела в этот Нинтендо играть. О, здорово, Марио. Не понял, а ты что ты делаешь? А, да привет, Артем. Ты, короче, это понимаешь. Я, короче, играл в этот Нинтендо. Свитч. А потом, представляешь, что я сделал? Я, короче, проиграл в игре. Я случайно... Разбил Нинтендо. А зачем ты разбил Нинтендо? Это же была же общая приставка. Вы же договаривались по очереди играть. И дофига ты разбил. Да и не специально. Ну, прости меня, Артем. Ой, ну ладно, ладно. Успокойся, я вот тебя прощаю. Бюш. О, всем здорово, это парни. Не понял, а вот что тут у вас происходит? Да мы тут это, Соник. Мы, короче, тут, Марио, когда играл приставку, он, короче, случайно разбил Нинтендо Свич, но он мне сказал, что больше так не будет. Чего? Разбил Нинтендо? Ребят, сейчас мороженое буду есть. Потопаем. Но почему-то уведомление приходит. Это же была общая приставка, иди сюда. На тебе, Марио, пучай. Не, успокойся. Так, всё, стоп, стопэ. Хватит уже, блин, ругаться, это всё. Это, давайте уже успокоимся и наладим уже Нинтендо. Ну, так что это? Ну, хватит уже реально ссориться. Мы можем как-нибудь наладить эту Нинтендо Свич, ничего страшного. А, да? Серьёзно? Ну, ладно, когда... Ладно, это Марио, прости, что тебя побил, я не хотел. Да всё, всё. Я прощаю, прощаю тебя, Соник. Ладно, короче, ребят, что поделаем сегодня? Ну, у меня на мысль в голову ничего не приходило. Так что... Не знаю, что тебе поделать. Ну, ладно, что-нибудь придумаем, чем поделать. Это, парни, парни, срочно, срочно. Тут у нас плохие новости. Сейчас Бэтмен прилетит и всё узнаете. О, всем здорово, парни. Ой, это не туда повернулся. Это, всем здорово, парни. Короче, плохая новость. Короче, мы хотим вам сказать, что это медведь беременен. Чего? Медведь беременен, что ли? Чего? В смысле как-то беременен? Вообще-то, он же животное. Как он может быть беременен? Чего? Медведь же. Он чё? Только не говорите, что он сейчас будет рожать кого-то. Чего? В смысле рожать кого-то? Вот-вот. И мы тоже в афиге сейчас. И это, ребят, короче, что мы будем делать, парни? Блин, я... Пацаны, это, ребят, я не знаю, что реально делать. Я не знаю реально, что делать, ребят, поэтому нужно как-то реально придумать план, что делать. Кстати, а где Матроскин? Он же пообещал сегодня к нам прийти. Ну, как видишь, каждый день опаздывает. Ну, он сейчас придёт. А-а-а, ну, ясно когда. Ребят, я срочно к вам прибежал. Ну, короче, Медведь мне только что сообщил, что он сейчас рожает ребёнка. А-а-а-а! А-а-а-а! Вы чё? Чё это там? Ой, это, прости, мы не хотели. Ага, не хотели. Бэтмен, согласись же, что у нас какой-то должен быть план. Ага, полностью с тобой согласен. Нужно реально какой-то план придумать. Вообще, нужно спасать этого медведя. Если он превратится... Ой, если он родит ребёнка сейчас, то это всё капец будет. Нужно реально как-то чё-то делать, придумывать. Всё, парни, думаем, как его остановить. Хм, нужно чё-то... Ну, Бэтмен, сообщил плохую новость. Ну, что, Медведь-Беревен, ну, я же, я всё узнал. Реально, вот сейчас придумать. Нужно подумать, чё же бы поделать. Точно! Ребят, я, кажется, вспомнил, что нужно делать. Я сейчас спрошу у медведя, что он сейчас тут делает. И сейчас я к вам приду. Сейчас я у него кое-что спрошу. Всё, я погнал. Пшшш. Эээ, ты куда? Капец, как всегда не вовремя куда-то убегает. Соник, блин. Ой, да всё нормально, Артём, будет. Чё ты паникуешь? Ничего страшного, он же придёт. Ой, да, ребят, продолжаем. Нет, чё ты этой паникуешь? Ничего страшного, он же придёт. Он же ёжи. А, ну да, Мара, чё-то я паникую. Нужно было сразу это задуматься с башкой. Ладно. Пока я, наверное, будем чинить Нинтендо Свитч. Пшшш. Ммм. Эх, прибежал. О, здорово, Медведь, слушай. Как у тебя там дела? Да всё больше, у меня живот болит. Сейчас у меня родится ребёнок. О-о, погоди-ка. Ладно, я не спалил с парнями, что-нибудь придумаю. Тем более, сейчас я к нему сбегаю. Шш. Торопись, Соник, у меня живот крутит. Ребят, я, короче, сейчас прибежал, и вы такое сейчас офигеете. Что случилось? Да, что случилось, Соник? Короче, я сейчас там встретил этого медведя. Короче, и вы знаете, что они сделали? Короче, он сказал, что у него через несколько минут родится сейчас ребёнок. У него живот резко начинает болеть. Придумаем что-нибудь. Да всё, всё, успокойся, Соник. Я сейчас собираюсь этого придумать. Так, нужно что-то делать. У меня идея есть. Короче, сейчас, знаете, что мы, короче, парни, делаем? Короче, идём к медведю. Соник, ты меня... Ну, не знаю, ну, короче, мы оба все идём вместе. Идём вместе к этому медведю. И знаете, что мы сейчас делаем? Мы сейчас даём... Какое-нибудь ему дадим лекарство. Он это начинает... Зачем лекарство? Она же беременна. И может, со временем это всё... Не знаю, там... Сработает, может, я не знаю. Ну, короче, попробуем это сделать. Отличный вариант, Артём. Окей, дружище, мы с тобой согласны. Так, так всё, ребят, погнали. Ага, погнали. И я твоё. И мы втроём. И мы втроём. Всё, мы пробежали. И давайте идите. Всё, мы уже здесь. Мы все устали. Даже, вон, посмотри. Посмотри на Соника, как он устал. Да мы еле-еле пробежали. Ладно, ребят. Короче, медведь, мы к тебе. Сейчас мы дадим тебе какое-то лекарство. Я сейчас быстренько мигом сбегаю. Фух, я тебе принёс лекарство. На, держи. Ага, сейчас я выпью. Так, только минуточку. Сейчас. Ой. Рожается ребёнок. В смысле, как он сейчас думал, чаще сражается? Вот-вот. Я даже не понимаю. Ура, Рептон. Ура, родился. О нет, он родил ребёнка с собакой. Он родил... Он родил собаку. Я тоже это видел. Собаку родил. Стоп, а может, он не совсем опасный? Так, ну что... Да, водя опасен. Стоп, блин. Ха, так это не совсем опасный. Ребят, это не совсем опасный собака. Видите, какая халюсия. Ходи я её, води я её. Ходи я её. Да ну, реально, правда. Ну, реально, не кусается даже. Хорошенький какой. Хороший, хороший, хороший. О, а я вам даже засмеялся. Ему понравилось вроде как. На, Соник, держи, он не опасный. А, да? Серьёзно, что ли? Ну-ка, сейчас-ка я его возьму. Ха, ой, он для меня грибец какой тяжёлый. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. О, ему и правда понравилось. Фух. Теперь, это уж, оказывается, не совсем опасная собака была. Медведь, ты как себя чувствуешь? Да вроде как всё нормально. Всё, больше не болит у меня живот. Ну, раз не болит живот, то когда, парни, мы все отправляемся домой и носим с собой ребёнка. Хи-хи-хи-хи-хи-хи. Да господи меня, подожди. Э, я тоже к вам. Э, хи-хи-хи-хи. Слух, если честно, скажу я вам, вот это была, конечно, непростая задача спасти этого медведя. Причём, мне его как-то было жалко на самом деле. Ну да, мне тоже было жалко иногда его. Эх, да и мне тоже. Ну, зато, кстати, у нас теперь появился ребёнок. Эх, теперь мы, походу, вместе с ним будем. Эх, короче, это не важно. Главное то, что мы спасли медведя, и теперь у нас появился ребёнок. Ага, полностью с собой согласен. Кстати, Марио, Соник и матроскин Бэтмен и Супермен, и Нинтендо уже наладен. Ура, теперь можно поиграть в игру. Э, я тоже пойду играть. Эх, стоп. О, я тоже пошёл в Нинтендо играть. Эх, меня подожди. Эх, у нас появился ребёнок. Это уж да, точно. И да, и мне тоже. Конец второй серии. И ещё, ребят, важное одно предупреждение. Не выключайте это видео. А теперь, по-моему, ещё сказать. Если под этим второй серии наберётся 10 лайков, то я выпускаю третью серию сериала Супердрузья. Почему я изменил Супердрузья? Потому что Супершкола, это как-то будет посложнее снимать. А у Супердрузья этот сериал будет намного легче снимать. И больше идей будет поддумать у меня в голову. Ну, а с вами был кто? Я Артём. И со мной... Да, это Дарьо. И со мной был кто? Ну чё, всем пока! Пока! Новая перс... Ой! Эх, я Олег понравился. Если понравились, поставьте лайк. Подписывайтесь на этот канал. Подписывайтесь на это видео по ссылке в описании. И так что подписывайтесь на мой Телеграм-канал. Там выходят такие твомасы, когда нет на Ютубе. Слушай, ДТН, подписывайтесь. Надо 5 подписчиков. То я сразу начну снимать 8 серию. Стрелсу, Петерброд. Всем пока! Стрелсу.